Коллеги, добрый день! Рада нашей новой встрече. Дайте мне, пожалуйста, знать, всё ли слышно, видно огонёчком. Отлично, да, благодарю. Сегодня у нас с вами, как всегда, у нас неважных тем не бывает, да, сегодня у нас очередная с вами важная тема. Мы сегодня поговорим не столько о самих публикациях, то есть не о том, как их писать, как их готовить и так далее, а сколько об этапе, который очень важен и который многими недооценивается. И, в общем-то, он, конечно же, актуален не только для аспирантов и докторантов, но и для тех, кто просто хочет понимать, куда ему разместить ту или иную публикацию, результаты своих исследований для того, чтобы всё с этой публикацией было в порядке с точки зрения её статуса, весомости и так далее. Поэтому сегодня давайте обратимся к следующим вопросам. Во-первых, сейчас у нас происходит очень много изменений и ждут ещё у нас изменения. С сентября месяца тоже грядут изменения. Уже официально они приняты, но они начнут действовать с сентября. Всё, что связано с подготовкой диссертации, публикацией по поводу этих диссертаций и так далее. Вот здесь сейчас такое живое, живая эта сфера. Там везде постоянно изменения. И наша задача сегодня понять, что в контексте сегодняшнего дня подразумевается под термином рецензируемые журналы. Чтобы чётко мы понимали это, потому что сейчас достаточно много перечней. О перечнях мы тоже с вами поговорим, как в них не запутаться. Зачем они нам, может, какие-то из этих перечней вам вообще не нужны, вы будете ориентироваться на другое. Второе. Значит, когда мы с вами выбираем журнал, мы должны себе задать вопрос, а вообще для чего я публикуюсь. Потому что, опять же, ответ просто исследователя, который занимается разработками, ведёт какое-то исследование по своей теме, и ответ человека, который готовит диссертации, будет отличаться. Более того, условия, да, внешние ограничения, которые накладываются на одного и на второго, они тоже отличаются. Поэтому мы с вами обязательно должны понимать, какова моя цель при подборе журнала, потому что мы подбираем его с учётом понимания своих целей. Ну и, безусловно, важно понять, а как же мне оценить журнал с учётом моих целей, с учётом того, что я хотел бы, да, а иметь в результате опубликованных своих разработок, для чего они мне нужны. И, соответственно, как мне этот журнал оценить, на что мне нужно обратить внимание. И, исходя из этого, например, для аспирантов, для докторантов, очень важно планировать свою публикационную активность, да, как-то понимать, как её выстроить. И без оценки журнала это сделать очень сложно. Наша задача сегодня с этим с вами разобраться. Итак, прежде всего поговорим о том, что из себя представляют рецензируемые журналы. И вообще, вот эта тема сегодняшнего вебинара возникла не просто из серии, что я её придумала, да, мне захотелось с вами об этом поделиться, хотя, безусловно, тема актуальна. Но вот первый пункт нашей встречи, да, вот первая вот эта вот тема, она возникла из-за того, что буквально некоторое время назад ко мне обратилась девушка, возмущённая, скажем так, сложившейся ситуацией, что ей нужно было опубликоваться в рецензируемом журнале, она это сделала, и ей эту публикацию не засчитали. Ну, там ситуация немножко такая особенная, не буду её детализировать. И я вдруг поняла, вот, то есть, знаете, друзья, мы когда с вами в чём-то разбираемся, нам кажется, что это очевидно всем. И я вдруг поняла, что надо конкретизировать, да, и прямо начинать с того, что такое рецензируемые журналы, что это за журналы такие. Оказалось, что это не совсем очевидно, потому что мы с вами понимаем, что рецензируемый журнал – это журнал, в котором прежде, чем вы опубликуетесь, у вас вашу статью, принимая, да, будут проверять. Будут проверять специалисты, эксперты, которые занимаются исследованиями в вашей же сфере, то есть они компетентны для того, чтобы оценить вашу статью. Они её будут читать, и они будут высказывать своё экспертное мнение. Вот давайте в чате напишите, пожалуйста, кто у нас из участников является, ну, был в роли рецензента статьи, или, может быть, вы являетесь рецензентом какого-то журнала, да, для того, чтобы я понимала, и, может быть, вы здесь ещё что-то дополнительно добавите, да, из своего опыта. Отлично, отлично, друзья. Для того, чтобы мы нюансы посмотрели. Вот смотрите, есть рецензируемые журналы, и практически все рецензируемые, все научные журналы являются рецензируемыми, потому что, безусловно, каждый журнал хочет понимать, что отправлена им статья достойного качества. И для этого, конечно, нужны эксперты. Вот здорово, у нас прям несколько человек были рецензентами. И здесь сейчас нам нужно вот какой нюанс понять. Значит, когда я стала беседовать с этой девушкой, она мне сказала, Наталья Анатольевна, всё просто, я зашла на сайт, я надеюсь, появился, да, курсорчик, и посмотрела, что журнал рецензируемый. Вот он рецензируемый, говорит она мне. Я говорю, прекрасно, давайте зайдём с вами. Это мы, это скрин с сайта e-library, когда вы ищете журналы, вы попадаете вот на такую вкладочку, информационную вкладку про журнал. И вот, пожалуйста, действительно написано, что журнал рецензируемый. Но так как девушка готовит научную работу, диссертацию, ей нужны не просто рецензируемые журналы, а ей нужны рецензируемые журналы ВАК. Где мы это в этой карточке можем посмотреть? Нам надо глазками спуститься чуть ниже, и вот здесь у нас с вами есть область, где мы видим, что да, этот журнал рецензируемый, но он рецензируемый только экспертным сообществом, которое принимает участие в этом, но не входит в перечень ВАК. И именно поэтому, как бы, вот эти претензии к данной публикации были обоснованы, потому что она не из перечня. Вот этот нюанс нам очень важно понимать, как людям, которые отбирают себе журнал, чтобы мы сами не ошиблись. То есть эта ошибка была в поиске. И здесь мы можем это проверять несколькими способами, но возникает вопрос. Опять же, помните, я вначале сказала, нам важно понимать цель. А вам точно нужна публикация в перечне ВАКа? Может быть, вам не просто в перечне ВАКа, может быть, вам в каком-то еще особенные какие-то есть требования. И мы сейчас с вами постепенно посмотрим, как эти требования учитывать. Итак, мы выясняем, что рецензируемый просто журнал и рецензируемые издания, которые входят в перечень ВАК, это не одно и то же, друзья. Это разные вещи. И вот те, кто начинают, вот на это я ваше внимание обращаю. Это важно. Как понять, входит этот журнал в перечень или нет? А если я сомневаюсь, вдруг e-library ошибается, вдруг еще что-то, я хочу подстраховаться. Ну вот теперь мне эта девушка сказала, все, я теперь не хочу там смотреть, я буду смотреть, где мне нужно это посмотреть. Вам нужно это посмотреть в перечне. Перечень так и называется, перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы труды и так далее и тому подобное, для тех, кто готовит диссертацию. Значит, где этот перечень находится? Этот перечень находится на самом сайте ВАК. Вы туда заходите, и в разделе, по-моему, документы, что я скрин не сделала, но это интуитивно вы найдете, это несложно, находятся эти перечни. Что здесь в этом перечне? Этот перечень опять, это совокупность сплошных нюансов, для того, чтобы вы тоже это понимали. Во-первых, эти перечни меняются. Вот мы с вами уже, ну, кто-то из участников, может быть, был на подобном вебинаре, несколько, там, два, по-моему, года назад, мы встречались по этой теме. Так вот, этот перечень, это не единственный раз и навсегда зафиксированный перечень. Он меняется, он меняется с определенной регулярностью. И вот я, готовясь к нашему вебинару, зашла, и очередной актуальный список для себя увидела. Да, то есть вы первое, что вы делаете, когда вы находите перечень, размещенный на сайте ВАК, вы обращаете внимание, на какую дату он действует, чтобы он для вас был актуальным. Второй момент, что мы в этом перечне видим, давайте поразбираемся. Значит, во-первых, мы видим название издания, во-вторых, мы видим специальности, и в-третьих, мы видим дату включения. Что для нас принципиально? Друзья, все, все. Для нас принципиально, опять же, если вы просто исследователь, который желает опубликовать свою работу, и у вас нет требования относительно того, какая специальность должна быть у данного журнала. Вы можете, например, в любой научный журнал, рецензируемый ВАК, отправить статью. Пожалуйста, если у вас такая возможность есть, у вас гораздо шире выбор. Если же вы готовите диссертацию по определенной научной специальности, вы должны не просто выбирать журнал, который вам нравится, вы должны выбирать его с учетом специальности. И предположим, если я... Давайте вот второй журнал возьмем для примера. Если я, например, сейчас пишу диссертацию по искусствоведению, я хочу быть, я хочу получить ученую степень в области искусствоведения, да, и у меня вот такая была специальность. Я смотрю на дату, я вижу, что до 16 октября 22 года этот журнал был ВАКовским по этой специальности. Сейчас ВАКовский он по искусствоведению или не ВАКовский? Я должна посмотреть. То есть я должна обратить внимание вот на этот раздел. А что с журналом происходит в 22 году, с начала года? По каким специальностям он является ВАКовским? И если тут мы видим технические науки, мы пока не видим искусствоведения, но там достаточно много специальностей, если мы не увидим там искусствоведение, значит, для нас этот журнал перестал быть ВАКовским. Вот этот очень важный нюанс, обращайте, пожалуйста, на это внимание. Более того, почему здесь 16 октября, и вы, когда откроете этот перечень, увидите много журналов, с которыми что-то произошло 16 октября. 16 октября 22 года у нас перестала действовать старая номенклатура, вот это шифр научной специальности по старой номенклатуре, это шифры научных специальностей по новой номенклатуре. И вот из-за этого изменения, как я с самого начала сказала, да, сейчас масса изменений происходит, журналы теперь у нас имеют другой шифр специальности, и некоторые журналы как бы изменили вообще совокупность специальностей, по которым они являются в АКовске. Вот это очень важно. Вот этот нюанс, друзья, понятен, как нужно делать? Огоньком мне подайте, пожалуйста, знак, что вот этот нюанс я вам объяснила, и он понят. Это принципиально важно для тех, кто пишет диссертации, для тех, кто диссертации не пишет, вы здесь вольны. Замечательно, прекрасно, движемся дальше. Возникает следующий вопрос. Мы приходим на сайт ВАК, смотрим, что там, оказывается, есть два перечня, еще какой-то там перечень находится. Вообще он мне нужен или он мне не нужен? Очень часто получаю такой вопрос. Смотрите, второй перечень, этот перечень называется иначе. Он даже как бы и не называется, собственно говоря, ВАКовским перечнем. Почему? Потому что это отдельный документ. Потому что это отечественные издания, которые входят в международные реферативные базы данных и систему цитирования. То есть здесь это перечень журналов, это тоже российские журналы, но они входят в международные базы. И если вы внимательно отслеживаете и присутствуете на наших вебинарах, когда мы встречаемся, я говорила в предыдущих наших встречах, что до конца 22-го года не действовало, то есть было принято решение о том, что не действовало требование к тому, что необходимо иметь статьи в международных базах. Но у нас декабрь 22-го года завершился. Сейчас требования такого нет, но, друзья, появился еще один нюанс. То есть сегодня прям сплошные нюансы. Если мы говорим про вот этот перечень, про второй перечень журналов, которые входят в международные базы, если я готовлю диссертацию, могу я публиковаться в этих журналах? Да, вы можете публиковаться в этих журналах, потому что мы здесь видим четкую приписку. То есть это те журналы, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты, опять же, тех, кто готовит диссертацию. Я могу здесь публиковаться, но не обязательно это. То есть нет такого прямого требования, что у меня должны быть публикации здесь. Поэтому, когда вы выбираете, вы, например, аспирант или докторант, и вы выбираете, мне выбрать там журнал или здесь журнал, это ваше по большому счету право выбирать, где вам проще, где вам кажется комфортнее и так далее. Следующее, еще один тоже, возможно, у кого-то вводит заблуждение список, да, он как бы отдельно список, его такого нет, не на сайте ВАГ, нигде этот список можно посмотреть на e-library. Это список журналов, которые входят в российский индекс научного цитирования RSI. Что это за список такой? Что это за журналы такие? Что это вообще за индекс такой, да? Значит, я взяла вот эту картиночку с сайта e-library для того, чтобы те, кто знают, потерпите минутку, да, те, кто не знают, чтобы вы понимали, что это такое. Вот если предыдущие журналы из предыдущего списка, они входят непосредственно в базы данных, вот, например, у нас Web of Science, да, то есть это та коллекция журналов, которая индексируется на платформе Web of Science, но параллельно с ней существуют так называемые региональные базы, которые и являются российский индекс научного цитирования, то есть вот этот RSI, который связан, да, с Web of Science, но он не находится внутри этого Web of Science, он не индексируется в этой международной базе, издания, которые там находятся. И поэтому, если, например, у вас, вам нужно опубликоваться именно в международных базах, вот, чтобы там индексировалась, да, ваша статья, то RSI для вас не подходит, потому что он не индексируется внутри Web of Science, то есть эти издания там не индексируются. Сейчас вот в планах, видите, это должно было быть тысяча журналов, на данный момент времени тоже, я буквально пару дней назад посмотрела, этих журналов, 951 журнал входит вот в этот индекс. И если у вас по контракту, или вы видите, что в диссовете, или еще где-то, может быть, вы в грант делаете, и у вас в рамках гранта требования публикации, и у вас допускается публикация в RSI, пожалуйста, пользуйтесь. Где это увидеть? Это мы тоже можем увидеть на сайте e-library. Когда вы заходите на сайт, в коллекцию журналов, там есть такой фильтр, входит ли этот журнал в RSI. Там поставите флажочек, и у вас отберется 951 журнал. Соответственно, это вот еще, да, нюанс. Еще нюанс. Нас еще больше хотят запутать. И возникает следующая сложность. У нас появился новый подход к формированию журналов. Вот особенно люди, кто сказали, вот рецензировали журналы, и вот уже вовлеченные в публикационный процесс достаточно длительное время, знают, что у нас раньше журналы все были просто, вот они ваковские и ваковские, как будто они все одинаково хороши. А, например, если мы посмотрим в международные базы, то там журналы разделены на группы, на квартели. И вот здесь у нас сейчас появляется новый подход. Не появляется, он появился, он уже внедрен фактически, просто он действовать не начал. Значит, не начал для аспирантов и докторантов действовать пока. Значит, по рекомендациям ВАК, еще которые датировались с началом 2022 года, теперь все журналы ваковские, которые мы в общем списке с вами знаем, которые мы сейчас только в перечне могли наблюдать, они у нас категоризированы по группам, то есть тоже как будто бы по квартелям. И они обозначены К1, К2, К3. В первую группу входят 25% самых топовых, мощных, серьезных, авторитетных журналов. В категорию К2 входят 50% журналов, 50% журналов, и в категорию К3 входят оставшиеся 25% журналов. Что это нам дает, зачем это нам? Сейчас пока, если вы просто исследователь, и у вас нет никакого ограничения по этому поводу, вы можете вообще на этот подход пока не обращать внимания. Если вы исследователь, которому говорят, что нужно публиковаться в топовых, авторитетных журналах, значит, вы ориентируетесь на журналы К1 или на журналы RSCI. Иначе, что мы с вами, точнее говоря, где мы сейчас, где мы сейчас это можем видеть, и как иначе будут формироваться требования к аспирантам, декторантам, давайте посмотрим. Значит, во что вылился этот новый подход? Этот новый подход вылился в новый перечень, в очередной новый перечень, который как бы, он тот же перечень ВАК. То есть журналы туда входят те же самые, но эти журналы категоризированы, и этот перечень выглядит следующим образом. То есть здесь идет, обращаю ваше внимание, те же самые названия журналов, вот мы с вами архитектуру и строительство только что смотрели на предыдущем слайде, да? И вот этот журнал попадает в категорию К1. Видите, они представлены разными цветами, достаточно легко здесь сориентироваться, и мы с вами понимаем, что журналы К3, они более слабые считаются в своей предметной области, чем журналы К1, К2. И вот здесь я не случайно сделала вот такую ссылочку, что, ой, в рамках тут буковка не допечаталась, значит, вот этот перечень, пока он существует, грубо говоря, информационно, да? То есть аспирант-декторант может особо не внедряться, не вникать в это. Но с 1 сентября 2023 года начнут действовать новые требования по отношению к публикациям аспирантов и декторантов, и, соответственно, мы с вами будем уже этими категоризированными списками пользоваться. Поэтому здесь вот мы, поэтому я про все списки сегодня говорю, для того, чтобы вы понимали, зачем они вам нужны. Если вам просто рецензируемый журнал, не обязательно ВАК, значит, вы заходите на e-library, смотрите вот эту вкладочку, что он рецензируемый, и все, вас это устраивает. Если он рецензируемый, ВАК должен быть, значит, у вас должны быть перед глазами два перечня. Первый перечень – обычные издания ВАК, тот, который я вам показала с учетом специальностей, либо второй перечень – это отечественные издания, которые индексируются в международных базах. Значит, вам либо в том, либо в другом перечне нужно искать журнал. Когда мы с вами доберемся до этого перечня, мы с вами посмотрим, как с ним работать, как он будет существовать в привязке к вашим сегодняшним специальностям, к этим категориям и вообще к тем требованиям, которые начнут действовать в сентябре. Что касается… вот сейчас я проговорила, да, если для вас вот это важно, если для вас вот это важно. Так вот, все это связано с целями публикации. Давайте посмотрим, какие у нас цели бывают и как эти цели достичь и не ошибиться при выборе журнала, чтобы не получилось, как вот с этой девушкой, которая обратилась ко мне на консультацию. Смотрите, значит, если мы сейчас немножко про аспирантов-докторантов, потом про всех остальных исследователей. Значит, если мы с вами пишем публикации не просто так, а мы их пишем в рамках обучения в аспирантуре или подготовки диссертации без прикрепления к аспирантуре, это не важно. У нас с вами три основные цели. Первая цель – это мы обязаны, мы не выбираем, нравится нам, не нравится, мы должны с вами выполнить требования, которые предъявляют к аспиранту и докторанту. Кто предъявляет требования? ВАГ, если вы будете защищаться в стандартном совете, назовем так, либо требования совета, который самостоятельно устанавливает свой подход, если вы будете защищаться в самостоятельном совете. Я сейчас в двух словах прокомментирую, а потом подробно про каждый из этих пунктов поговорю, потому что это очень важно. Там опять возникают нюансы, которые нужно учитывать. Следующее, безусловно, зафиксировать авторство на положение новизны. Напоминаю, что вот я встречаюсь с такой ситуацией, когда аспиранты, особенно аспиранты, докторанты это уже понимают, говорят, я не хочу это публиковать, потому что это ж моя новизна. Да? Друзья, наоборот, мы навезу и должны опубликовать. Почему? Потому что у вас диссертация будет находиться в свободном доступе. И для того, чтобы вы подтвердили, что это ваше, да, и чтобы никто у вас эти идеи не взял себе, их нужно опубликовать. Ну и, безусловно, третий вариант, я специально слово «включить» взяла в кавычки, потому что мы с вами только что в прошлый раз встречались на тему цитирования, самоцитирования, вообще как здесь быть, да, и если кто не был, то я рекомендую посмотреть запись того вебинара, чтобы вот эта третья цель была понятна, что это не в смысле, что я возьму текст и вставлю его в диссертацию, не совсем так. Так вот, тем не менее, мы готовим публикацию для того, чтобы включить эти материалы в текст своей диссертации, для того, чтобы мы не делали двойную-тройную работу, мы же изучаем какой-то, погружаемся в какой-то аспект темы, делаем публикацию и потом ее отражаем в диссертационной работе. Как эти три пункта, как эти три цели влияют на выбор журнала, да, то есть первое, если мы говорим, что нужно выполнить требования ВАГ, и даже если вы будете защищаться не в самостоятельном совете, не в совете, который самостоятельно отдает документы, да, диплом вам, а в совете, в обычном диссертационном совете, то в диссертационных советах иногда есть так называемый желательный список желательных журналов. Когда вы заходите в раздел ВУЗа, да, где были, там, научной организации, и там прям висит список, на который нужно ориентироваться, значит, мы это обязательно с вами учитываем, обязательно это учитываем. Второе, когда мы с вами говорим о защите диссертации, вот если мы просто исследователь, мы можем в своем, вы работаете, например, в ВУЗе, в ВУЗе есть ВАГовский журнал, вы можете вообще всю жизнь в нем публиковаться, и, в общем-то, ну, вы будете выполнять какие-то требования, которые к вам предъявляются рабочим контрактом, трудовым контрактом, и все. Но если мы говорим о защите диссертации, нам все-таки хотелось бы, конечно, да, иметь все-таки какую-то географию. Но если вы исследователь, проживающий, там, как я, например, на Урале, ну, не очень хорошо, когда у меня будут публикации только в уральских журналах, но надо бы искать какие-то, все-таки знакомить научную общественность, и в том числе с другими регионами. Чем это для вас еще хорошо? Вот я не случайно сегодня спрашивала, есть ли среди нас рецензенты. Вы в каждом новом издании будете сталкиваться с разным, с разной группой рецензентов, да, и вы будете получать разные замечания. Это для вас плюс, большой плюс для того, чтобы вы могли, вот, почувствовать, да, и вообще наполнить свою работу дополнительными какими-то идеями, которые могут возникнуть из рецензии. То, что я говорю по странам и регионам, да, по странам, здесь, безусловно, зависит от требований. Если у вас не требуется международных публикаций, ну, значит, их не нужно вам делать. Если требуется, то мы можем брать не только, например, дальнее зарубежное, мы можем брать ближнее зарубежье, да, для того, чтобы в том числе и здесь какую-то географию иметь. Ну, и, безусловно, когда мы говорим о требованиях, все время пытаюсь остановить, особенно аспирантов, докторантов там не надо останавливать, там очень большое требование по количеству публикаций, а вот аспирантов надо останавливать, потому что иногда аспиранты хотят очень много иметь публикаций. Друзья, это не вполне для вас эффективно. Вы потом всю жизнь будете публиковаться и будете делать это столько, сколько захотите. Когда вы готовите диссертацию, расставьте приоритеты. У вас есть ограниченные требования по публикациям, в зависимости от вашей специальности, две или три публикации, поэтому минимум, то, что ВАК требует, да. Поэтому не надо иметь 15 ВАКовских публикаций. Не то, что не надо, пожалуйста, имейте, но вы должны понимать, что вы дольше будете это делать. Вы будете, как бы, вместо того, чтобы писать текст диссертации, вы можете утонуть в этих публикациях. Это была, в частности, моя ошибка, когда я писала кандидатскую диссертацию. Я настолько много всяких публикаций имела, что была даже однажды вызвана на ковер, что называется, да, проректором по научной работе, как ни странно, который мне сказал, Наталья 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 Наталья, вы вообще собираетесь диссертацию писать или вы так и будете публикации писать. Понимаете, поэтому, когда нам кажется, что это достижение для аспиранта и докторанта, не совсем, потому что сами публикации не трансформируются в вашу диссертацию, да. Здесь нужно вот запараллелить эти процессы. Ну и что я подразумеваю под качеством публикации, которая, опять же, стоит в кавычках? Потому что, ну, вы не можете сами в полной мере оценить качество публикации. Поэтому мы качество публикации пытаемся оценить с помощью рецензентов. То есть мы направляем свою статью в какой-то хороший, авторитетный журнал для того, чтобы получить, чтобы узнать, качественная у меня статья или нет, потому что вам рецензент поможет с этим сориентироваться. И в этом смысле рецензируемые вам журналы тоже работают на вас и на качество вашей как публикации, так и дальнейшей диссертационной работы. Что касается необходимости зафиксировать авторство, да, как это влияет на журнал? Влияет очень просто. Потому что если вы внимательно откроете положение присуждения ученых степеней и посмотрите требования, которые ВАГ предъявляют к аспирантам и докторантам, то там черным по белому написано. Результаты научных исследований должны быть опубликованы и так далее. Так вот, наша задача выбирать именно журналы в перечне ВАГ, либо журнал, который входит во второй перечень, да, отечественные журналы в международных банах, для того, чтобы зафиксировать новизну. Вот не новизну вы можете публиковать там, я не знаю, в материалах конференции, в каких-то сборниках трудов на кафедре, то есть где угодно. А вот все-таки научный результат, я рекомендую лучше ориентироваться на эти журналы. Ну и если мы с вами говорим о, например, вы начинающий автор, вы еще только-только и начинающий исследователь, и вы еще пока вообще боитесь, вы этот журнал открываете, и вам страшно, да, что, во-первых, там крупная статья достаточно должна быть и так далее. Как с этим побороться? Начните тогда с материалов конференции, но тогда таких конференций, которые хотя бы входят в РИНС, которые индексируются в РИНС, а не просто каких-то конференций, которые проводятся для того, чтобы собрать с людей денег, и, в общем-то, больше ни для чего. Там, когда никто ничего не читает, ваши публикации, и, в общем, ну такая история не самая лучшая. Вот, то есть не надо себя останавливать от публикации до того момента, пока вы не готовы сделать публикацию в ВАГ. Все нормально, начинаем с конференций, но если вы уже серьезный такой опытный исследователь, серьезный в этом смысле слова, да, уже несколько публикаций имеете, или тем более докторскую пишете, конечно, публикации в журналах ВАГ или в международных базах – это для вас приоритет. Что касается цели включить вот в текст, в свою диссертацию, здесь нужно подразумевать вот что, что не надо какое-то дело делать, ну, скажем так, для галочки. Ну вот мне надо три публикации, сейчас я какие-то три публикации придумаю и напишу. Нет, друзья, конечно, мы должны быть с вами эффективны, мы должны с вами таким образом организовывать свою работу, чтобы она вам, как бы вот эта организация ваша, помогала вам продвигаться к цели, а не наоборот, как бы отдаляла вашу цель от вас. Поэтому как мы с вами действуем? Вот вы, например, только начинающий исследователь, только погружаетесь в тему. Вот вы берете, например, условно говоря, первую главу, вам научный руководитель говорит, давай разбирайся с теорией. Вот вы начинаете разбираться с теорией вопросов. Прочитали литературу, посмотрели, сформулировали какую-то свою позицию. Пожалуйста, напишите публикацию. То есть вы уже этот аспект и изучите, и публикацию получите. И второй момент. Когда мы с вами вот изучили публикацию, написали, мы с вами должны воспринимать это, вот уже этот проработанный текст, как некий кирпичик в текст диссертации. Опять же, специально в скобках пишу не прямое включение, а именно содержательный кирпичик. То есть это некий тот материал, который вы переработали, вы пропустили через себя, вы уже имеете мнение какое-то по этому поводу. Конечно, мы этот материал будем брать в диссертацию. Опять же, каким образом смотрим предыдущий вебинар, чтобы я сегодня ваше время не отвлекала. Ну, а если я не пишу диссертацию, да, я могу быть аспирантом-докторантом, но я, особенно вот аспиранты, некоторые ведь вообще, к сожалению, идут в аспирантуру не для того, чтобы готовить диссертацию, либо я просто исследователь. То какие у меня могут быть вообще дополнительные цели? Ну, никто не отменял то, что нам нужно отчитываться по научной работе. Это могут быть ваши контрактные требования. И это, безусловно, опять же, если мы с вами говорим о том, что мы находимся в научной среде, это определенная наша публикационная активность. Хорошо, когда она есть, у нас есть индикатор, который, да, условный, да, не идеальный, но тем не менее есть индикатор, который позволяет как-то взглянуть на исследователя, да, индекс Хирша. И, возможно, вы озадачены вот этими двумя целями. Вам вообще ВАГ не интересен, потому что у вас нет таких требований. Тогда как мы действуем? Значит, мы тогда учитываем только требования контракта, требования контракта, но здесь есть один нюанс. Если у вас две эти цели существуют параллельно, обращаю ваше внимание на определенный момент. Дело все в том, что ваш индекс Хирша, ваша публикационная активность рассчитывается только на основании тех журналов, которые находятся в ринсе. Если этот журнал не находится в ринсе, то он не учитывается при расчете вот этого индекса. Соответственно, ваша задача тогда смотреть не на то, чтобы он был ваковский, не на то, чтобы он там какой-то особенный был. Ваша задача посмотреть, входит ли он в ринс, тогда он вам зачтется. Если же нет, значит, этот журнал вас не устраивает. Поэтому вот здесь вот этот нюанс есть. Надо ли на эти цели обращать внимание аспиранту и докторанту? Почему я так серенько это сделала? Ну, вы вынуждены будете обращать внимание, но это не должно стать вашим приоритетом. Потому что если бы мы сейчас начали говорить о публикационной активности, о формировании индекса Хирша и так далее и тому подобное, стало бы понятно, что в какой-то степени стратегия поведения аспиранта и стратегия поведения человека, который формирует себе этот индекс, не вполне одинаковые. И если вы будете как бы метаться между этими двумя целями, вы опять же будете отодвигать срок в каком-то смысле подготовки к диссертации, потому что цель формирования вот этого показателя, она будет отвлекать у вас время и вашу энергию. Поэтому здесь вот этот момент тоже, пожалуйста, учитывайте. Ну и, соответственно, на какие параметры нам нужно с вами обращать внимание для того, чтобы понять, оценить журнал, подходит он нам, не подходит, и уже планировать свою исследовательскую активность и публикационную активность в том числе. Исходя из того, что мы сейчас с вами выше посмотрели, значит, мы с вами ориентируемся, по сути, если вот совсем упрощать, мы с вами ориентируемся на три важных компонента. Где я публикуюсь, да, сколько у меня должно быть публикаций и какого уровня это должен быть журнал. Значит, что касается места публикаций, не случайно, опять же, кавычки, почему? Если вам нужны, например, допустим, монография, а не журнал, то вы уже местом публикации у вас будет другое. Если у вас ваковские публикации уже есть, а у вас, например, вы не публиковались в конференциях, то понятно, что мы сегодня про эту тему с вами не говорим. Здесь мы говорим только о журналах, только о рецензируемых журналах. И вот эти журналы у нас должны соответствовать определенным требованиям. Давайте с этими критериями тоже поразбираемся. Итак, место публикации. От чего оно зависит? На что нам нужно ориентироваться? Нам нужно ориентироваться на то, где мы защищаемся. Безусловно, кто-то скажет, у нас есть требования ВАГ, мы на них и должны ориентироваться. Нет, друзья, я с вами не соглашусь. Почему? Потому что на требования ВАГ будут ориентироваться только те люди, которые будут защищаться в классическом, стандартном, как угодно назовите, диссертационном совете. И ваши требования будут параллельно существовать. То есть требования ВАГ плюс требования диссертационного совета. Причем требования ВАГ вы узнаете из положения, присуждения ученых степеней стандартам, которые на сайте ВАГ есть. А вот требования диссовета нужно понять, каковы они. Потому что здесь, опять же, кавычки не случайны, потому что никаких требований на самих страницах диссертационных советов по отношению к публикациям вы можете не найти. Поэтому что вам нужно сделать? Вам нужно проанализировать работы, которые проходят в этом диссертационном совете, и понять, какие публикации нужны для защиты в этом диссертационном совете. А вот если вы защищаетесь в диссертационном совете, который самостоятельно присуждает ученую степень, вам вообще не нужно смотреть на требования ВАГ. Почему? Потому что совету дано не только право выдать вам диплом, принять у вас работу, провести экспертизу и выдать вам диплом. Нет. Этот совет полностью формирует требования к вам, как к защищающемуся. И поэтому мы можем с вами попасть в непростую ситуацию, если мы считаем, что нам нужно ориентироваться на требования ВАГа, выясняется, что в этих советах совершенно другие требования. Совершенно другие в каком смысле? Давайте я вам сейчас прям пример приведу. Допустим, когда вы защищаетесь в обычном совете докторского, там надо, например, 15 публикаций в рецензируемых изданиях, вот в ВАГовских, а если вы защищаетесь в самостоятельном совете, там может быть требование, там, 5 или 6 публикаций в журналах в ВАГов-сайенс и скопы. И вообще не интересует перечень ВАГ. А вы уже, например, публикуетесь в ВАГовских. Поэтому, пожалуйста, внимательно это посмотрите на странице диссертационного совета, если это самостоятельно совет, присуждающий ученые степени. Я вам пример привожу, недавний пример. Посмотрите, есть кандидатский совет, Санкт-Петербургская духовная академия, и вот здесь есть свой вообще перечень рецензируемых изданий, он вообще другой, он никак не связан ни с ВАГовским перечнем, ни с категоризированным, никаким образом. То есть, если вы, например, собирались бы в этом совете защититься, вы должны обращать внимание вот на этот перечень, на страничке совета. Ну и места публикации еще раз фиксируем, да, у нас перечень рецензируемых научных журналов, так называемый перечень ВАГ, обращаю ваше внимание, огромное количество журналов содержит. Но когда вы начнете смотреть журналы, так как мы сегодня с вами говорили, следуя тому алгоритму, что вы зайдете в этот перечень, посмотрите специальности, да, шифры специальности, посмотрите, в какие даты он был, этот журнал был в ВАГовске в вашей сфере, вы увидите, что у вас может быть достаточно мало журналов. Поэтому внимательно, пожалуйста, это делайте, для того, чтобы здесь не ошибиться. Свои журналы, это вот те журналы, которые размещены, как я сейчас вам показала, на сайте, туда могут входить журналы, которые издает этот диссертационный совет, а это организация, при которой диссертационный совет существует, либо это такие журналы, которые с точки зрения этого диссертационного совета являются достойные того, чтобы в них опубликовались. И вот вторая база, пример перечня, я вам приводила в первой части вебинара, журналы из международных баз данных и системы цитирования, там 1166 российских журналов. То есть здесь у нас есть возможность выбора, мы можем выбирать с вами. И обращаю ваше внимание на следующее обстоятельство, которое очень важное, что перечень ВАГ, точно так же, как перечень журналов, в которые входят международные базы данных, эти перечни меняются. Вот перечень, в который входят журналы из международных баз данных, то есть отечественные журналы, которые в международные базы входят, он меняется редко, раз в год может быть, да. А вот перечень, который мы традиционно называем ваковским, он меняется с завидной регулярностью. И я сегодня вам показала, что последний актуальный перечень датируется 7 марта. Ну и второе, вот это как раз вдогонку к нашему разговору об индексе Хирша. А раньше у нас все абсолютно журналы, которые были ваковскими, да, входили в этот перечень, они на автомате были и ринцевскими журналами. Сейчас это не так, друзья. Я привлекаю ваше внимание к этому. И если вы исследователь, которого не больно-то интересует ваковский этот журнал или нет, а вам важно, чтобы он, публикация в этом журнале влияла на ваш индекс, на ваш индекс Хирша, на ваши публикационные результаты, да, на вашу цитируемость и так далее и тому подобное, обращайте внимание еще и на вкладочку, не только где он вак, на втором слайде была такая вкладка, да, но и где входит журнал ВРИНС или не входит в журнал ВРИНС, потому что если он в ВРИНС не входит, он вам не поможет с точки зрения цитируемости, повышения вашей цитированности. Так, вижу вопрос, да, можно уточнить требования у секретаря диссовета? Да, конечно, можно уточнить требования, если вы смелый, если вы знаете, как позвонить или как написать, или вы работаете в этой же организации, но я часто встречаю с людьми, которые вот вчера были студентами, а сегодня они стали аспирантами, им даже страшно подумать, что можно в диссертационный совет позвонить или сходить или написать, поэтому я рассказываю в том числе и о том инструментарии, который прям для совсем юных исследователей тоже подходит. Это, конечно, замечательный способ узнать у секретаря. Хорошо, друзья. Ну что, движемся дальше по нашим нюансам, но буквально два слова скажу, что вот если для вас значимо разбираться, вот так, как мы сейчас с вами прям ковыряемся вот вглубь, вглубь, а это для того, это вот для этого, это вот здесь учтите, а вот здесь вот это я ваше внимание привлекаю. Если для вас вот такой подход ценен, важен, и вам надо разобраться в теме не только с публикациями, но и с тем, как подготовить диссертацию, автореферат, как подготовить документы, как подготовиться к защите, то я буду очень рада видеть вас на курсе, который начнется 28 марта, и мы там с вами будем разбирать подробнейшим образом, подробнейшим образом все только самое актуальное, то, что действует сейчас, более того, все, что предвидится, и уже понятно, что предвидится, я обо всем об этом на курсе безусловно говорю. То есть каждый поток курса, он обновляется с точки зрения того, что вот такая у нас ситуация постоянных изменений. Мы говорим не только о диссертации, мы говорим обязательно о планировании, мы говорим о генерации идей научных, о работе с литературой, конечно же, о публикациях и о самих текстах, как формулировать новизну, где искать теоретическую, практическую значимость. То есть вообще смотрим на диссертацию под таким очень четким, да, внимательным взглядом, что просто не написать ее невозможно после этого. Поэтому более того, готовимся к защите, понимаем, какие нам нужны будут документы, и вообще, как весь ваш путь сложится. Поэтому если вам эта тема важна, пожалуйста, приходите, я с удовольствием проведу с вами целый месяц, и мы будем с вами на связи разбираться с этой прекрасной темой. Что касается второго пункта, мы с вами говорили о том, что нам важно не увлекаться количеством. А что значит не увлечься количеством? А значит, нам нужно понимать, сколько публикации от меня требуют. На данный подчеркиваю, что обращаю ваше внимание, опять же, нюансы, нюансы, нюансы. Редакция 26 января 2023 года. Пункт 13. Положение присуждения ученых степеней говорит нам о том, какие специальности задают нам требования к нам по отношению к количеству публикаций. И вот специальности, которые отдельно выделены, они имеют требования 15 публикаций, не менее, да, по остальным отраслям наукам. То есть если вы работаете не в этих науках, а в каких-то других, неважно в каких других, значит вам критерий не более 10 публикаций. Не более 10 публикаций, не менее, прошу прощения, не менее 10 публикаций в журналах, рецензируемых ваше. Да, не просто рецензируемых, как на первом слайде, а рецензируемых ваше, как я сегодня вам объясняла. Более того, безусловно, это минимальная граница, это минимальная требования, то есть исходим из того, что должен быть определенный резерв. Что касается кандидатских диссертаций, здесь точно так же выделены науки, да, которые ограничены более высоким порогом по количеству, и остальные отрасли, которые имеют требования не менее двух публикаций. Обращаю ваше внимание, что эти требования, о которых я сейчас говорю, они актуальны до 1 сентября 2023 года. То есть мы с вами уже в следующую нашу встречу, когда мы будем вот этот вебинар у нас в цикле весенних вебинаров заключительный, теперь у нас уже будет курс, да, мы с вами осенью встретимся, и детально будем, опять у нас будет тема, что нового в подготовке диссертации, и мы там будем с вами все эти нюансы очередные, опять же, разбирать. Какой у нас алгоритм действий, как мне выбирать, на какие мне параметры ориентироваться, прямо сейчас, опять же, давайте посмотрим. Значит, отбираем журнал по принадлежности к базе цитирования. Рецензируемый перечень, если нужно с учетом категорий, если не нужно без учета, вы на международных базах, либо RSI, вот у вас 4 разных перечня, и вы, исходя из этого, исходя из этих перечней, исходя из разных цитирований, да, где эти цитируются, там вы берете. Где это все найти? Очень просто. Заходим в e-library, обязательно там авторизуемся, и в разделе «Навигатор» есть вкладка «Журналы». Заходим по этой вкладке, и перед вами откроется вот такая карточка поисковая. Это еще не карточка журнала, да? И здесь мы с вами видим вот эту область. Вот, посмотрите, я вам говорила, что вот входит, значит, журнал в RINZ, в принципе, в RINZ. Вот у нас есть строчка, мы здесь выделяем. Входит в перечень в акту, мы в чекбоксе ставим галочку, и нам отбирают эти журналы. То есть мы здесь с вами можем любое это вытащить, да. Здесь есть, безусловно, нюансы, да, еще дополнительные нюансы. К сожалению, там, за час нашей встречи очень сложно про все нюансы рассказать. Именно поэтому я и говорю, что на курсе мы прям проваливаемся везде и всюду. Более того, я беру специальности участников, и каждая группа получает в каком-то смысле свой курс, потому что мы по специальностям участников, по их темам, работам, все эти нюансы учитываем. Поэтому, пожалуйста, вот здесь все вкладочки, которые вам нужны, поставили себе и отобрали, какие журналы вам подходят. Второе. Проверяем журнал по перечням. То есть вот сейчас мы с вами были просто в e-library, да. Это понятно, что это важная система, они нам очень помогают. Но я всегда говорю, проверьте в первоисточнике. Проверьте в первоисточнике. Первоисточник для вас это перечень. То есть есть ли этот журнал в перечне сейчас, на данную дату, когда вы выбираете. И поэтому, конечно, вот те перечни, которые я вам на слайдах показывала, на сайте ВАК их берем, или я их размещаю периодически, то, пожалуйста, можете воспользоваться этой информацией и там проверить. Следующее. Очень важно, очень важно. Изучаем сайт журнал. На самом сайте иногда бывает информация об Impact Factory. Иногда мы можем ее найти в e-library. То есть мы изучаем характеристики журнала, самого журнала, насколько он авторитетный, весомый, серьезный. Мы смотрим сроки рецензирования в этом журнале, мы смотрим требования к статье, насколько они сложные. То есть, опять же, если вы начинающий исследователь, а хотите опубликоваться в журнале, я там не знаю, из каком-то там, который входит и в скопус, и вебовсайенс, и в ядро ринс, вообще везде, куда только можно представить, везде входит, вы требования откроете, и вы будете находиться в предобморочном состоянии. Вы можете подумать, что у вас в всех журналах такие требования. Нет, это не так. Значит, вы просто выбрали очень такой серьезный журнал, который, собственно говоря, на вырос. Поэтому, на что мы с вами должны посмотреть, на что мы должны с вами обратить внимание. Вот смотрите, когда мы с вами в этом же каталоге журналов, я, например, ограничила предметную область, допустим, это у нас будет образование, предположим, вы пишете диссертацию или статью, неважно, по педагогике, и вы отбираете себе журнал. Вам надо, чтобы журнал входил в перечень ВАГ, и вы нажимаете на поиск. И вот, предположим, перед вами, смотрите, 212 журналов, и вы хотите эти журналы понять, оценить, в каком журнале мне нужно публиковаться, а в каком не нужно. И, например, вы проходите, интерактивные же там, да, названия, проходите по журнальчику, и вот мы зашли на журнал «Вопросы образования», и глядя вот на эту карточку, я не могу сказать, что это там журнал, какой он там, серьезный, несерьезный, сложно, мне туда будет попасть несложно. Для этого у нас в правом меню есть вкладочка, точнее говоря, как сказать, возможность посмотреть анализ публикационной активности журнала. Если вы туда пройдете, вы увидите более подробные характеристики этого журнала. И вы увидите, даже если вы не знаете, импакт-фактор, там, 2, это много или мало, там, или 0,2, это много или мало, предположим, вы этого не знаете. То есть есть тут импакт-фактор, вот информация, да, и те, кто разбираются, опять же, друзья, нельзя сравнивать журнал, например, по физике и по педагогике с точки зрения импакт-фактора, это разные предметные области, но внутри своей вы потом поймете, какой показатель высокий, какой низкий. Но вам для ориентира есть еще очень прекрасные возможности взглянуть вот сюда повыше глазками и увидеть, что он занимает первое место в рейтинге педагогики. То есть это самый топовый журнал по педагогике. Понятно, что, скорее всего, туда будет попасть достаточно сложно. Если вы опытный уже исследователь, ну, конечно, пробуйте, конечно. Если вы только начинаете, не надо себя пугать, а то вы отобьете желание себе публиковаться в журнал. Что мы можем еще на карточке журнала посмотреть? То есть не случайно, опять же, да, нюансы, нюансы, нюансы. Казалось бы, ну вот мы не отобрались журналы ваковские, ну, значит, они там все же хорошие? Не обязательно они там, может, они хорошие, может, не хорошие. На что мы с вами должны обратить внимание? Обращаю ваше внимание, что посмотрите, пожалуйста, на учредителей. Вот если мы в том журнале видели, сейчас отлисуну, а, мы тут учредителей не видели? А, нет, видели. Учредитель, значит, высшая школа экономики. То есть это национальный исследовательский университет. То есть мы понимаем, что это будет серьезная экспертиза. И вот другой журнал, да, ООО «Эко-вектор». Журнал, российский журнал правовых исследований. И я сейчас не говорю, что если учредителем журнала является ООО, там, «Вектор», там, я не знаю, «Планета» или что угодно, что это какой-то слабый, плохой журнал. Но чаще всего это так и будет. То есть это некий нюанс, опять же, на который нужно обратить внимание и сделать для себя выбор, важно это для меня или не важно. Если не важно, ну, что называется, ваш выбор. Если важно, значит, это нужно учитывать. Конечно, издатель здесь важен. Что еще важно? Вот в этом же журнале, я вам сказала, заходим на сайт и смотрим определенные нюансы. Пожалуйста, в этом журнале подразумевается, что у вас есть различные возможности платные, публикация статьи в открытом доступе, экстренное рассмотрение публикации, и это стоит определенных денег. То есть это, опять же, обычная публикация, может быть и бесплатная, может и платная, но у вас есть нюансы, какие-то особенности, которые вам подходят или нет. И вот мы на сайте это заранее смотрим. А то вы напишите туда, в этот журнал, мы не знаем, никакой там срок рецензирования, ничего. Опять же, про срок рецензирования. Смотрите, читаем. Рецензирование осуществляется в течение двух недель с момента поступления материала в редакцию. Вот, коллеги, кто в начале вебинара, опять же, да, все делаю не случайно. Кого я спрашивала, являетесь ли вы рецензентами? Вот откликнитесь, пожалуйста, сейчас в чат, можете огоньками, можете в чат написать. Реально ли иметь срок рецензирования две недели? Две недели. Что такое две недели? Это значит, в журнал поступила статья, и уже автору переслали, значит, комментарии по поводу его статьи через две недели. Ну, вот с моей точки зрения, это совершенно нереально. Это значит, либо экспертов должно быть очень много, либо очень мало статей, потому что издатели сначала должны определить, кому эту статью отдадут. Соответственно, после того, как... Вот я, например, являюсь рецензентом журнала «Экономика региона». У нас в Институте экономики Российской академии наук очень крутой журнал, второй квартель, скопус вебов-сайенс, он входит и так далее. Мне только на рецензирование отдают пару-тройку недель, а ведь еще дополнительно меня там определяют, что я это буду и так далее, да? Вот, то есть здесь с одной стороны, с одной стороны, это требует дополнительных ресурсов экспертных внутри журнала, то есть, опять же, я сейчас не говорю, что это вообще невозможно, но тогда это должен быть прям топовый журнал, у которого большое экспертное сообщество, которые могут, да, могут осуществить так быстро экспертизу. Поэтому здесь, безусловно, вот вижу, нет, не может две недели, это требование журнала «Фран», не знаю, не соглашусь. Я сама работаю в Российской академии наук, рецензирую статьи, мне как рецензенту дают не меньше двух недель, поэтому явно, что это не общее время, но может быть в разных отраслях науки по-разному, такое возможно, но редко. Да, вот как раз я об этом и говорю, что если есть свой пул экспертов, из которого быстро можно взять человека и чтобы он провел рецензирование, но вы как автор должны, который будет размещать в этом журнале свои публикации, безусловно, на это ориентируемся. То есть, когда мы с вами вот это посмотрим, мы смотрим архивы журналов для того, чтобы понять специфику статей. То есть, какого плана там статьи, инструментальные или теоретические, больше обзорные или больше с научной новизной, такие исследовательские уже, да, то есть для того, чтобы вы попали в этот журнал, нам надо понимать, в чем особенности подготовки статей для этих журналов. Для проектов, да, соглашусь, там очень короткое рецензирование, я тоже вхожу в корпус экспертов рановских, это немножко другая тема, да. Что мы здесь с вами наблюдаем в архиве, где мы смотрим архив? Смотрите, мы открываем с вами, это я уже другой, видимо, журнал открыла, мы открываем с вами журнал, и вот у нас в правой, опять же, колоночке есть список всех выпусков журналов, и мы с вами здесь очень удобным образом, тут не обязательно идти на сайт, хотя можно на сайте посмотреть, там есть архив, раздел, да, но мы можем здесь с вами посмотреть, что за статьи, сколько статей, какая тематика статей, то есть поинтересоваться надо журналом, вы как будто бы в гости идете, да, к этому журналу, и поэтому неплохо было бы понимать, что они от нас хотят, ну и чтобы нас там приняли более радушно. Ну и тут, на что нам нужно обратить внимание, во-первых, чем выше импакт-фактор журнала, тем сложнее в этот журнал попасть, в каком смысле, чем выше этот показатель, тем журнал более серьезный, авторитетный, весомый и так далее, это значит, что, безусловно, объем статей будет больше, объем требований будет больше, здесь, может быть, рецензирование будет более жестким, да, потому что этот журнал уже раскачали на определенный уровень, естественно, никто не хочет его снижать, если вы начинающий следователь, вчера еще были студентом, сегодня стали аспирантом, ищете первый журнал для публикации, не нужно брать сильно высокий журнал с сильно высоким импакт-фактором, а то вы напугаетесь сразу же. Ну и обращайте внимание на сроки рецензирования и на публикации статей внутри вашей специальности срок рецензирования будет очень сильно отличаться, где-то это может быть две недели, где-то это будет месяц, где-то это два месяца, то есть обращайте внимание, когда вы формируете подборку, это нам для чего нужно? Для того, чтобы понять, я вот сейчас статью написала, в журнал отправила, через какое время я примерно пойму, взяли мою статью или не взяли, то есть понять публикационный цикл вашей статьи, иначе мы тогда, ну как бы с вами не сможем нормально планировать время, мы рассматриваем на курсе прям как запланировать конкретно итерационно свои действия, поэтому вот на этот момент обращайте внимание. И в разных специальностях очень по-разному будет, где-то можно опубликоваться за два месяца, а где-то у вас публикационный цикл будет год. У вас, например, отрецензируют вашу статью за два месяца или за месяц, а выйдет она там через 10 месяцев. Такое совершенно спокойно может быть, поэтому на это тоже обращайте внимание. Ну что, друзья, много сегодня проговорили. Я сегодня, раз это у нас завершающая встреча в весеннем нашем цикле встреч, хочу для исследователей, кому это захочется, да, дать такое, так называемое, домашнее задание. Во-первых, определите, какие публикации вам необходимы, вот вам в текущей ситуации. Во-вторых, сделайте подборку журналов. Вот мы, я работаю в филиале института экономики, да, и мы каждый год делаем для своего филиала, я лично, в этом году я подключила наших аспирантов к этому, мы делаем подборку журналов для того, чтобы потом в эти журналы, чтобы не делать это 2-3 раза, да, то есть мы определили журналы, и мы понимаем, кто в какой журнал будет публиковаться с учетом темы, с учетом готовности и так далее и тому подобное. Ну и, естественно, проверьте журналы по тому алгоритму, о котором мы сегодня с вами говорили, для того, чтобы вы точно понимали, что все соответствует. И очень важно, еще маленький нюанс в конце, если вам научный руководитель, например, говорит, вот давай опубликуйся вот в этом журнале, я сейчас не к тому, что надо сомневаться в том, что говорит ваш научный руководитель, ни в коем случае в этом сомневаться не нужно, но журнал, пожалуйста, проверьте. Это связано с тем, что очень вот этот цикл перемещений внутри этих журналов, он достаточно динамичный. Ну и ваш научный руководитель ведь с утра до ночи не смотрит на перечень, и он может не потому, что он некомпетентен, а просто он не уследил за этими изменениями, поэтому все равно алгоритм работает безотказно, независимо от того, кто вам что рекомендовал. Проверяйте, и все у вас будет в порядке. Так, я вижу вопросы или ваши комментарии. Друзья, я сейчас их прочитаю, отвечу на ваши вопросы. По своему опыту публикации статей проходят от полугода до года в среднем. Начинающимся лучше подавать первые статьи вместе с руководителем. Согласна абсолютно с вами, важно, отвечает редакция на ваши запросы и письма по электронной почте. Да, по указанной электронной почте, а не по любой, которую вам хотелось бы, да. Так, огромное спасибо. Я очень рада, друзья, что вебинар вам был актуален, информация, которую мы с вами обсуждали, для вас важна и полезна. Мне это очень приятно и ценно. Благодарю за то, что вы даете обратную связь. Я все время получаю потом на свой личный электронный адрес еще какие-то комментарии ваши. Если у вас будут какие-то вопросы, и вы, например, стесняетесь сейчас их задать, не проблема, на каждом слайде есть мой электронный адрес, пожалуйста, пишите. И, соответственно, я во вкладке «Вопросы» есть вопросы. Так, давайте посмотрим. Большое спасибо, что вы мне это подсказали. Я сюда не посмотрела даже. Так, 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 секунду, друзья, тогда не расходимся. Так, а тут еще вопрос. У меня проскакивать начали вопросы. Так, еще не говорится, еще же готовится белый список журналов, как он будет сочетаться. Прекрасный вопрос, белый. Вот, понимаете, я специально его не включила. Почему? Потому что он не имеет отношения к аспирантам, декторантам прямого. Да, мне не хотелось никого запутать. Что такое белый перечень, белый список журналов? Он не то, чтобы готовится, но в процессе, да, уже, в принципе, какая-то определенность уже есть. И некоторые журналы на своих сайтах пишут, что наш журнал входит в белый список журналов. Это список журналов, публикация в которых будет оцениваться с позиции результативности и научной деятельности. То есть не для аспирантов, декторантов. По крайней мере, пока это так. Так, друзья, вопросы, вопросы. Не расходимся. Смотрю на ваши вопросы. Сейчас многие ученые столкнулись, так, бывшие журналы, до октября, до второго остались, вот так, так, так. Не являются. Все верно. В этих журналах после октября являются ли Небаковскими для защиты. Так, так, так. Прошу прощения, не знаю, отчество. Сергей, смотрите, вообще, друзья, прекрасный вопрос, вот просто отличный вопрос. Надо на будущее мне эту информацию добавлять, она важна. Смотрите, у нас есть как бы так называемый старый перечень ВАГ, да, который до 16 октября существовал, 22 года. И вот эти вот сейчас, которые актуальны, перечни. Что нужно понимать? ВАГ сделал сопоставление старых специальностей и новых специальностей. И мы можем понять, что, например, у меня была публикация в таком-то журнале по моей специальности 08005. Подходит эта публикация мне сейчас? Она подходит, если вы опубликовались в то время, когда этот журнал по этой специальности был ВАГовским. Если он был до октября 22-го ВАГовским, а вашу статью опубликовали в ноябре или в декабре, например, 22-го года, а он уже не стал ВАГовским, он перестал входить в перечень, для вас она не ВАГовская. Вот здесь, либо, Сергей, если я неправильно, например, что-то поняла в вашем вопросе, вот такие вопросы, друзья, большие, да, вы прям смело мне на почту отправляйте, и я вам помогу с этим разобраться. Какой журнал стоит выбирать преподаватель для публикации, если стоит переизбрание? Надежда, здесь есть ли требования у вас какие-то для переизбрания? Потому что у многих для переизбрания стоит количественное требование. Нужно, например, столько-то публикаций. У кого-то количественное требование в связке с базой, да, то есть, например, 5 ВАГовских публикаций за последние там столько-то. Или 3 в скопусе вебус-сайенсе, и там не меньше стольки-то там-то. То есть, если у вас эти требования ограничены, в смысле установлены, то, конечно, мы тогда в рамках них действуем. Если этих требований четко нет, ну, значит, лучше все равно берите ВАГовские, конечно, необычные. Какие требования должны предъявлять к журналу? Какие требования они должны предъявлять в журнал или в журнал? Вот немножко не поняла вопроса, будьте добры, еще раз, Надежда, напишите. Так, еще же готовится белый. Про белый сказала, кроме ринс, есть скопус вебус-сайенс, когда эти требования для России будут убраны. Значит, смотрите, друзья, по поводу убранных требований. Эти требования переходят в раздел, в раздел, который будет сформулирован следующей формулировкой. Могут быть опубликованы там-то. То есть, вот прям убирать эти требования, наверное, никто не будет, но, то есть, журналы-то эти есть, и у нас и российские журналы есть, которые индексируются в этих базах. Поэтому, опять же, и раньше не было требования обязательно публиковаться в скопусе вебус-сайенсе. То есть, это вот то, что я говорила и на слайде это выносила. Если вы защищаете диссертацию в конкретном диссертационном совете, вы должны понять, какие публикации они туда не хотят видеть. Либо, как рекомендовала кто-то у нас из участников, позвонить ученому-секретарю, если вы готовы на такой разговор. Если не готовы, зайдите на страничку диссертационного совета, посмотрите защитившиеся диссертации, и вы увидите просто, какие там публикации есть. Так, подскажите, имеет ли значение в моноавторстве публикации или в соавторстве. Виталий, здесь следующая ситуация. Если вы начинающий следователь, то, да, наверное, первые статьи имеют смысл делать в соавторстве с научным руководителем, и очень здорово, если это соавторство реальное. Когда вы с научным руководителем, вы не просто написали, друзья, я говорю, как есть, да, вы не просто приписали фамилию этого человека к своей статье, а вы реально совместно пишете публикацию. Это очень здорово. Если же вы уже продвинутый исследователь, то тогда вопрос для чего? То есть если вы реально с этим человеком занимаетесь исследованием, да, и так далее, то, ну, конечно, вы пишете в соавторстве, потому что у вас там общая идея какая-то есть, вы не ущемляете его интересы. Если же вы самостоятельно ведете исследования, то, ну, как бы нет никакой необходимости для защиты диссертации, ну, и что, ради бога, у вас могут быть все публикации авторские. Конечно, я не рекомендую, чтобы все публикации были в соавторстве. Они могут быть в соавторстве с научным руководителем или с другими исследователями, пожалуйста. Но тут уже нюансы в зависимости от того, с кем вы публикуетесь, да, то есть для какой цели и так далее. Опять же, на курсе прям подробно рассказываем, с кем стоит публиковаться в соавторстве, когда вы диссертацию защищаете, а с кем не стоит. Не потому что он плохой, а потому что он вам другим способом, этот исследователь может пригодиться. И, может быть, его нужно оставить в своем академическом сообществе, не в статусе вашего соавтора. Так, друзья, возвращаюсь в чат. Так, 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 благодарность, это прекрасно. Так, скажите правильно, я поняла, что журналы из списка международных баз будут приравнены к тем 25, в которых будут опубликованы. Да, 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 журналы из международных баз будут приравнены к 1. Выйти в новые перечни. Так, 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 вот здесь вижу тоже вопросы. Да, я имею в виду старый список. Должны войти в новые списки, но вопрос пока рассматривается. Пока вопрос рассматривается, этот журнал в Аковске не считается, потому что этот вопрос может рассматриваться достаточно долго. Это я продолжаю отвечать на вопрос Сергея. Так, преподаватели, когда готовят публикацию с целью прохождения переизбрания? А, ответила, все понятно, Надежда поняла. Простым учителям для аттестации тоже в этих журналах, где еще можно опубликовать, например, урок для рецензии. Друзья, смотрите, если вы просто работаете, не готовите диссертацию никакую, вы совершенно спокойно можете публиковаться в обычных рецензируемых журналах, в обычных научных журналах, которые даже не рецензируемые, да, потому что вам просто нужен сам факт публикации. Но если вы все-таки думаете, а вдруг я когда-то буду там заниматься подготовкой диссертации или проведением какого-то исследования, ну, лучше сразу начинать с того, чтобы все-таки двигаться в категорию рецензируемых журналов, потому что, я же не случайно сказала, да, вы будете получать обратную связь от рецензентов, где на что нужно обратить внимание, как и что. А, тем более, ну, если вам нужны рецензии для аттестации, то, конечно, тогда у вас будет рецензируемый журнал, и, соответственно, другого выбора у вас нет, потому что у вас есть ограничения. Хорошо, друзья, еще вопросы, еще вопросы. Какой у нас сегодня потрясающий вообще собрался состав участников. У нас всегда участники классные, но сегодня они у нас еще и активные. Я вообще вас очень сильно благодарю за то, что вы вопросы задаете, и обратную связь мне даете. Это для меня очень-очень значимо. Ну что, друзья, не смею тогда вас больше задерживать. Я буду рада встретиться с вами на курсе. И, пожалуйста, если остаются вопросы, пишите, и я на них отвечу. Всего доброго, прекрасного дня. До свидания, друзья.